Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа Репортера, я и ведущий Алексей Коноплёв. Сегодня я вам предлагаю немного потанцевать. Героям нашего сюжета для танцев не нужны партнёры, их успешно заменяет любой фонарный столб. Причём станцуют они на нём так, что при всём желании повторить подобное дилетанту не получится. Они очень обижаются, когда их сравнивают с любителями откровенных танцев и уверяют, что в скором времени то, чем они занимаются, станет олимпийским видом спорта. Пока же наблюдать за необычными танцами и наслаждаться увиденным остаётся на региональных соревнованиях. Ну и с помощью сюжета Репортера. Эти ребята выделывают на шести такие трюки, что зал с волнением замирает и не может произнести ни звука. Со зрительских мест слышны только тихое аханье, а следом громкие аплодисменты в адрес очередного участника. Это новое слово в самарском спорте – соревнования по пол-дэнсу. Нужно работать над собой, над своей хореографией, получать высокие оценки, доказывать всем то, что мы умеем танцевать. Сегодня приезжали из Питера, Екатеринбурга, Ульяновска, Тольятти. Конечно, больше выступающих из Самары. Ну, девчонки, все молодцы. Спортсмены показывают возле шеста не только силу рук и гибкость тела, но и актёрский талант. Главная особенность такого нетрадиционного спорта – это, как ни странно, консервативность в танцах. Здесь, несмотря на наличие обязательного атрибута, шеста или, как говорят спортсмены, пилона, нет ни капли эротики. Любой намёк на откровенные движения строго карается. В стриптиз там больше всё направлено именно на соблазнение. Здесь на чемпионате даже не допускается оголение какой-либо части тела. Даже грядёт это исключением участника, если вдруг нечаянно оголится что-то, либо соскользнёт. Эти танцы так завораживают, что в акробатический пляс спешат не только прекрасные дамы, но и сильный пол. Их выход на сцену в этих соревнованиях стал дебютом и вызвал настоящий фурор. Обдышавшись после сложных трюков, ребята признались, что репетировали каждый день. И им для этого наличие шеста не обязательно. Найти на чем закружиться в танце они умудряются где угодно. Везде. И заборы, и столбы, и вся набережная была моя этим летом. Это очень опасно, на самом деле опасно даже для жизни. Если вот так вот просто взять и повторить, ничего не получится. Это очень много времени на тренировки, много упорства, много сил, пота и так далее, стремления. Этот вид спорта среди всех остальных пока новичок. Но его популярность уже набирает такие обороты, что пол-дэнсу пророчат настоящее олимпийское будущее со всеми вытекающими. В конце концов, прыжки в шестом есть, а танцев с ним почему-то нет. Танцую, приближаемся к середине рабочей недели. А с вами увидимся уже завтра в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова